Лучше будь прост и честен, чем умён и лжив. Привет, Даша! Сегодня я расскажу об одной книге широкоформатного типа. Вот так она выглядит. Называется она у нас «Символы и награды российской державы». Обычно книги подобного типа я стараюсь не покупать, потому что они хороши внешне, как оболочка, но их содержание достаточно кратко, сжато, очень просто. В общем, внутренний мир таких книг не соответствует их внешнему виду. Но тут попался очень талантливый, ходячий книжный продавец. Вы знаете, эти люди, которые с книгами ходят по предприятиям, по офисам и предлагают купить. Соблазнила она мне всё-таки на эту книгу. У нас здесь авторы следующий момент. Балязин, Кузнецов, Сивова и Соболева. Что я могу сказать об этой книге? Она хорошо выглядит. Здесь чудесные совершенно иллюстрации. Хорошо выглядит. Здесь чудесные совершенно иллюстрации. И наверняка вот эта позолота, она со временем осыпется, пропадёт, выцветит. Мне очень нравится. Так что тут, конечно, никаких привлеканий. Буманга гладенькая, красивенькая, всё прекрасно. Однако содержание, в принципе, неплохо. Но не устраивает, что где-то называются полностью фамилиями отчества людей и даже их краткой биографией, а где-то обходится просто упоминание фамилий и инициалов. В то время как в один и тот же период, например, были люди из одного рода или однофамильцы с одинаковыми или похожими инициалами, например, толстые. И мне бы хотелось всё-таки знать, о каком именно человеке говорится. Поэтому, мне кажется, либо всё должно быть в одном стиле. Либо мы сообщаем полностью имя, либо нет. Так же из минусов. Я столкнулась, по крайней мере, с одним неправильным написанием фамилии. В принципе, здесь есть одна оговорочка, что фамилия не наша, шведская. Но я погуглила. Просто я почему-то заметила, как раз на этот период я в другом источнике столкнулась с вспоминами того же человека и писал своими или иначе. Я стала гуглить. Действительно, разные люди пишут по-разному. Но именно тот вариант, который я встретила в знаках и орденах Российской империи, а, державы, прошу прощения, такое написание нигде не встречается. И это немножко настораживает. Так же недостаточная внимательность к информации о знаках и орденах. Потому что, например, пишут, что там одна... Единственная наша история, случай, когда чисто женский орден, которым награжали столько женщины, получил мужчина. Это был, кстати, сын Меншикова, того самого, сподвижника Петра Первого. И умалчивается информация об ордене. Это я уже сама по себе знаю. И умалчивается информация об ордене. Мужском, чисто таком. Который тоже единственный раз был сужден женщине. Кстати, он был сужден просто потому, что она была фавориткой. В целом, книга неплохая. Я бы ее не советовала покупать людям все-таки, которые историей увлекаются. Но именно в плане подарка, увлекающегося историей, ну, неплохо. Но историку я бы, конечно, ее дарить не советовала. Так, на полочку поставить, выглядит она красиво. Но я считаю, можно найти менее красивую книгу, но более содержательную. Как, собственно, это мое мнение спространяется на все книги подобного плана. Коих у меня немало. Так что какое-то мнение могу составить на основе своего опыта. Я хочу подчеркнуть, что я не против совершенно прекрасно линистрированных, оформленных, подарочных изданий. Потому что я знаю, что существуют книги, где внешность и содержание равнозначно шикарны. Вот недавно показывали ее чудес. Вот уж действительно прекрасно, как снаружи, так и внутри. И на этом, пожалуй, все. Пусть везет с книгами. Пока. И опять же, до скорых книг. Субтитры создавал DimaTorzok